Какой он, безопасный город? Что собой представляет? Для каких целей создан? Что нового ждет жителей республики? Реализацию проекта и его дальнейшее развитие в прямом эфире в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Чувашская Республика со специалистами обсудила моя коллега Татьяна Трофимова. Сотни камер, развешанных по городу, изображения с них поступают в единый ситуационный центр. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» заработал в Чебоксарах еще в 2013 году. Основная его цель была и остается безопасность каждого жителя. Есть два закона федеральных. Это закон 390-й о безопасности. Как раз к этому закону больше относятся, наверное, вопросы безопасного города. Есть еще закон о безопасности дорожного движения, 196-й. Система общественной безопасности как раз и предусматривает наличие вот этих всех систем, связанных с безопасным городом. Основная задача которых – это обеспечение общественного порядка на территории. В столице республики в рамках АПК сейчас работают около 3000 камер видеонаблюдения. В Новочебоксарске – 206. Сейчас в регионе планируют на базе этой системы сделать единое информационное ядро, куда будет собираться видео с камер по всей Чувашии. Транспортная и экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств. Это основные блоки, по которым планируют разделять информационные потоки. Предложения, какие камеры и как их устанавливать, дают нам правоохранительные органы. Они, проводя статистику, оценивают те территории, где чаще всего происходили какие-то противоправные действия. Либо это территории с массовым пребыванием людей, где характерно может происходить какие-то противоправные действия. Такие места определяются и вплоть до сектора обзора определяются, потому что недостаточно просто повесить камеру. По словам специалистов, развитие системы сделает жизнь в регионе комфортной и безопасной. Татьяна Трофимова, Сергей Емельянов, Республика.